Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 10 декабря, день романа, назван в честь преподобного романа. Роман, достигший зрелого возраста, поселился в Антиохии. Он затворился вне города, в малой келье, в которой пробыл до старости. Пищей ему служил хлеб, соль и вода в малом количестве. Огнем он не пользовался, вдобавок он носил лосяницу, а под ней тяжелые железные околы. За это роман сподобился божественной благодати исцелять недуги молитвы. Многие жены, не имущие детей, были разрешены от бесплодия. Сегодня женщины молились блаженному роману, чтобы он дал им здоровье и излечил от бесплодия. У кого не было детей, просили его послать им деток и испытать радость материнства. Рыбаки сегодня на лов не ходили, поскольку вся рыба пряталась в омутах и не ловилась. Для лосей наступило время сбросить старые рога. Если сегодня была оттепель, то крестьяне не работали. Нельзя было вязать, шить, что-то тянить, и все потому, что указанные действия могли ненароком тепло зашить, что приведет к гибели озимых. Приметы. Если на романа дует северный ветер, то надо встать к нему лицом, и тогда он сметет все, что тяготило человека. Все беды и печали он унесет. Дым из трубы идет столбом к морозу. Если дым стелится вниз, это к оттепели. Если сегодня багряный заряд, то будет ветреная погода. Лес шумит, это к оттепели. Если сегодня воробьи дружно чирикают, это к теплу. Если в декабре ловится щука с икрой, знать в апреле будет много дождей. Сегодня к нам на целебную кулинарию пришла Танюша и принесла салат, а к этому салату куча вопросов. Да. Ну что, время-то запустило? Время запустило, Геннадий Петрович. Здравствуйте, салат делается легко, но у него есть одна особенность. После того, как все фрукты и овощи будут приготовлены, этому салату нужно чуть-чуть постоять. Поэтому я предлагаю нам начать ими заниматься. О том, что это за салат, мы и поговорим. Нам понадобится свекла, понадобится апельсин, понадобится хрена и понадобится мед. Я этот салат взяла у своей знакомой, которая занимается китайской диетологией. Она мне говорит, что этот салат, во-первых, согревает... Очищаем? Очищаем. А во-вторых, пожалуйста, можете сюда. Он способствует тому, что очищает легкие. Очищает легкие. И что я выяснила, есть такая таблица продуктов, с точки зрения китайской диетологии, каждый продукт относится к тому или иному элементу. И вот получается, что свекла относится к огню. Огненный элемент. Огненный элемент. Ну, я так думаю, что апельсин, так как я салат этот уже делала, апельсин, наверное, скорее для вкуса, потому что его и чуть-чуть надо, вообще относится к стихии дерева. Мёд относится к стихии земли. И хрен относится к стихии металла. Соответственно, ну, кроме воды, все элементы представлены. Это очень такой полновесный, сытный и полезный салат. Но если начинать разбираться, то мне моих знаний не хватает. Поэтому я к вам и пришла сегодня с этим рецептом, чтобы вы помогли мне разобраться, почему он согревает и почему он помогает легким. Вот из-за того, что у нас есть мед, свекла, апельсин и хрен, что в первую очередь работает для легких? Ведь это же людям, которые страдают этими всеми простудными заболеваниями, первое дело такой салат. Значит, этот салат у нас как раз необходим в осеннее время года для того, чтобы люди не страдали никакими простудными заболеваниями. Особенно связанными с легкими, да, с дыхательными путями. И вот если мы с вами возьмем хрен, понюхали, сразу он, так сказать, смотри, что делает, бьет в нос и как-то дышится легче. Оказывается, фитонциды, которые входят в состав именно хрена. Да, и летучие вещества, вот эти вот напоминающие собой горчицу, они способствуют тому, что раскрывают различные закупорки, которые там у нас имеются. И самое важное, они разжижают слизь, которая имеется в легких. В легких, на альвеолах, когда человек переедает, неправильно питается, кров подносит к ним различные вещества, которые не усвоились организмом, вот, а должны быть выброшены. Это, как правило, слизистые вещества. Так вот, на стеночках альвеолы накапливается эта слизь и начинается, будем говорить, простудное заболевание, хуже дышится и так далее. Хрен, попадая к нам, ну-ка еще понюхаем. Он сразу же попадает к нам в легкие, и за счет вот этих вот летучих эфирных веществ он эту слизь разрыхляет, делает более подвижной, и она начинает легко отделяться из легких. Поэтому, как раз вот этот хрен способствует тому, что очищает легкие. Легкие. И еще ты сказала, что хрен относится к первоэлементу металл. Согласно восточной, будем говорить, терминологии, как раз металл это легкие, связан с легкими. И поэтому, когда мы с вами что-то, ну, вводим в организм, укрепляющие легкие, ну, металлические, как они говорят, это способствует тому, что наши легкие будут себя чувствовать сильнее. А вот этот факт, фартук, не поспособствует тому, чтобы у вас осталась чистой ваша рубашка? Давайте. Давайте. Это очень важно. Потому что свекла продукт, конечно, интересный. И она интересна, в первую очередь, тем, что, видите, мы от нее защищаемся своими пигментами. Да, пигментами. Этих пигментов обладают очень сильными свойствами, которые, помимо того, что могут замазать, могут и очистить, и очищают наш организм от разного рода токсинов, шлаков, и даже растворяют различные твердые образования. Свекла, конечно, очень русский, на мой взгляд, корнеплод. Потому что, смотрите, вот всем известно, что самый настоящий правильный борщ должен включать в себя свеклу. Но исторически борщ так назывался, потому что туда клали борщевик. Борщевик? Это не тот, что растет сейчас по дорогам, или это другой борщевик? С подорожником не путаем? Нет. Нет? Значит, тот, который растет на дорогах. Нет, то есть это другой. Другой, да? Со временем борщевик ушел из рецептуры. Название при этом осталось. И сейчас, смотрите, борщей куча. Есть черниговские, есть с этими бобами, без бобов, значит, шкварками, без шкварками. Чеснок мы заложили, не заложили. С томатами, не с томатами. С болгарским перцем, не с болгарским. С помпушками, не с помпушками. Но всегда борщ – это обязательно суп, в котором есть свекла. Потому что если свеклы нет, это уже не борщ. Поэтому, мне кажется, он очень русский. И, конечно же, имеет смысл знать про него, про этот корнеплод, правильные вещи. Про свеклу. Про свеклу. Что я слышала? Я слышала, что свекла занимает второе место после чеснока. Нет, подождите, второе место после морской капусты по содержанию йода. То есть в свекле есть йод. И оказалось действительно, что свекла – богатый продукт на содержание различных биологически активных веществ. И вот мало действительно кто знал, что по йоду она занимает второе место после морской капусты. Морская капуста, представляете, в океане растет. Она сразу же все микроэлементы в себя убирает. Поэтому свекла оказывается таким мощным, полезным продуктом для нашего здоровья. Тем более йод, когда йододефицит у нас в стране имеется. Люди часто болеют от заболевания щитовидной железы из-за того, что йода не хватает. 14 лунные сутки. Иноритика лунных суток постоянно возрастает. И это начинает неблагоприятно сказываться на работе организма. В этот день рекомендуется ограничить поступление жидкости в организм. Особенно касается чая, кофе, сладких напитков. Лучше пить талую воду, которая промывает организм и обладает мочеводным эффектом. Полезно выполнять любую физическую работу, получать новые знания. При этом не надо перегружать зрение. Не рекомендуется подчиняться меланхолии, тоске и различным страхам. Очень хорошо занимается ароматерапией. Она укрепляет тонкие тела и поднимает настроение. А также приучает к восприятию тонких ощущений. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние прерывного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом. Из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok